Продолжение следует... Главный педагогический вуз страны ПГПУ Добрый день, дорогие друзья! Если вы граждане другой страны и хотите стать успешными и образованными, если вы решили смело идти к своей мечте и стать профессионалом международного уровня, мы можем вам помочь в этом. Мы поможем вам стать студентом Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, университета, который расположен в самом сердце столицы Республики Беларусь, в городе Минск. Мы покажем вам путь к зарубежному образованию и расскажем, как сделать этот путь максимально комфортным и результативным. До 1 сентября текущего года каждый четверг с 10 до 10.45 на данной интернет-площадке мы будем проводить онлайн-консультации «Время выбирать БГПУ» по вопросам поступления иностранных граждан, ведущие вуз Республики Беларусь. Сегодня с вами я, начальник управления международного сотрудничества университета Игорь Козел и представитель приемной комиссии БГПУ Виктория Гец. Уважаемые абитуриенты, вы можете задавать вопросы в чате. При регистрации в чате напишите, пожалуйста, свой адрес электронной почты, телефон Viber, WeChat, WhatsApp, Instagram, и мы дадим ответы на все интересующие вас вопросы. Вы можете задавать вопросы на русском, английском и китайском языках. Мы вам ответим. Итак, каждый четверг мы будем рассказывать вам о том, как оформить приглашение для поступления в наш университет, где и как получить белорусскую визу, проинформирование о требованиях миграционного законодательства. Мы познакомим вас с правилами поступления в БГПУ. Подскажем, какие необходимы документы для поступления и расскажем о том, как получить общежитие. Ознакомим с правилами проживания в общежитии. Кстати, общежитие у нас недорогое. От 15 до 35 долларов, в зависимости от комфортности. Порядок в общежитии студенты поддерживают самостоятельно. Внимание! Уже сегодня можно подать документы на обучение. Для поступления в БГПУ необходимо пройти собеседование и подготовить все необходимые документы. О перечне документов мы расскажем вам чуть позже. А вот собеседование с 10 июня 2021 года можно пройти в дистанционной форме. Необходимо будет зарегистрироваться на сайте, согласовать время консультации и выйти в установленное время на связь. Следите за новостями. Всю необходимую информацию о нашем университете вы сможете найти на страничках БГПУ. А вот так выглядит страничка нашего сайта. Сайт поддерживается на английском и китайских языках. Также вы можете просмотреть фильмы о БГПУ на нашем YouTube-канале. Вот так выглядит эта страничка. На сайте есть страничка СМИ о БГПУ, где вы можете ознакомиться с соответствующими материалами. Также здесь представлены мнения экспертов и ведущих телевизионных каналов, печатных изданий Беларуси и не только о БГПУ. БГПУ активно ведет странички в различных соцсетях ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Одноклассники, Фейсбук. А вот так выглядит сайт управления международного сотрудничества, где вы можете найти различную информацию для поступления в наш университет. Все контакты мы написали в чате. Скопируйте ссылку и знакомьтесь с традициями и инновациями ведущего педагогического университета Беларуси. Покажи родителям, где ты мечтаешь обучаться. Итак, почему именно БГПУ? БГПУ – это ведущий педагогический и один из старейших университетов Республики Беларусь. В рейтинге WebMetrics БГПУ занимает 10-е место среди 51 учреждения высшего образования Беларуси. В рейтинге Unireng – 4-е место среди белорусских вузов, а канал YouTube БГПУ в 2020 году занял первое место среди белорусских вузов и 123-е место в топе 200 среди всех вузов мира. Профессиональный рейтинг RENGPRO по итогам 2019-2020 года – это 335-е место среди 400 ведущих вузов Европы и 4-е место среди белорусских вузов. Наш университет является участником 10 международных образовательных ассоциаций. Университет также является базовой организацией государства участников СНГ по подготовке и переподготовке повышения квалификации специалистов и работников в области инклюзивного и специального образования. Он также является региональным центром экспертиз в области образования для целей устойчивого развития и включен в глобальную сеть инновационных университетов. БГПУ отмечен сертификатом признательности ООН за активное участие в инициативе «Экспресс ООН-70» в Беларуси для целей устойчивого развития. Также является победителем в конкурсе на занесение на республиканскую доску почета за достижение наилучших показателей в сфере образования, социально-экономического развития за 2017 год среди научных организаций. БГПУ отмечен премией правительства Беларуси за достижения в области качества. А сейчас вашему вниманию предоставляем просмотр видеоролика. В современном, стремительно развивающемся социуме образование стало ключевым компонентом для формирования и совершенствования личности. Оно является тем фактором, который определяет будущее и формирует благосостояние не только отдельного индивида, но и всего общества. Поэтому подготовка ответственных, образованных, высококвалифицированных кадров для системы образования является сегодня первостепенной государственной задачей. В этих условиях на первый план выходят учреждения образования, которые ведут подготовку специалистов педагогических профессий. Ведущее место среди них занимает Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сохраняя и развивая традиции, БГПУ имени Максима Танка, перешагнув вековой рубеж, по-прежнему уверенно смотрит в будущее и еще многие годы будет флагманом педагогического образования нашей страны. Уважаемые друзья, наш университет имеет совместные образовательные программы с высшими учебными учебными заведениями Китайской Народной Республики Российской Федерации, а также Республики Узбекистан. Совместно с Ташкентским государственным педагогическим университетом у нас создан совместный факультет инновационной педагогики. Партнерами нашего университета выступают более 160 университетов и организаций из 29 государств ближнего и дальнего зарубежья. В текущем учебном году в ВУЗе обучается более полутора тысяч иностранных граждан из 20 стран мира. Все они учатся на одном из девяти факультетов и трех институтов, среди которых Филологический факультет, физико-математический факультет, факультет начального образования, факультет дошкольного образования, факультет социально-педагогических технологий, факультет эстетического образования, факультет физического воспитания, исторический факультет, факультет естествознания, факультет доуниверситетской подготовки, Институт психологии, Институт инклюзивного образования, Институт повышения квалификации и переподготовки. В чате мы поместили ссылки на страницы этих факультетов. Вы можете перейти по этим ссылкам и более подробно получить необходимую информацию. Вот так выглядит на страничке нашего университета разделы факультетов. А сейчас, вашему вниманию, мы предлагаем видеорассказ о всех перечисленных факультетах и институтах Белорусского государственного педагогического университета. В современном, стремительно развивающемся социуме образование стало ключевым компонентом для формирования и совершенствования личности. Оно является тем фактором, который определяет будущее и формирует благосостояние не только отдельного индивида, но и всего общества. Поэтому подготовка ответственных, образованных, высококвалифицированных кадров для системы образования является сегодня первостепенной государственной задачей. В этих условиях на первый план выходит учреждение высшего образования, которое ведет подготовку специалистов педагогических профессий. Ведущее место среди них занимает Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Сегодня БГПУ состоит из трех институтов и десяти факультетов, каждый из которых, имея свою внутреннюю специфику, подчинен общей цели подготовки высококлассных специалистов. Институт инклюзивного образования Единственный в республике институт, который обеспечивает подготовку на первой ступени получения высшего образования по четырем специальностям. Олигофрена педагогика, тифло педагогика, сурда педагогика, логопедия. На второй ступени по двум специальностям – коррекционная педагогика и специальная психология. Выпускники также могут продолжить обучение в аспирантуре. Уникальным подразделением института является Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования, созданный совместно ЮНИСЕФ и БГПУ имени Максима Танка для продвижения идей и внедрения практик инклюзивного образования не только в Белоруссии, но и в странах СНГ. Признанием высокого качества и мощного научно-педагогического потенциала БГПУ стало присвоение университету в 2017 году статуса базовой организации государств-участников СНГ по подготовке специалистов в области инклюзивного образования. Институт психологии Был создан в 2016 году на базе факультета психологии, образованного в 1994 году и подготовившего за годы работы тысячи высококвалифицированных специалистов. В настоящее время в Институте психологии обучается более 2000 студентов дневной и заочной форм получения образования по следующим направлениям. Педагогическая психология Социальная психология Психология семейных отношений Психология предпринимательской деятельности И практическая психология На факультете действуют три студенческие научно-исследовательские лаборатории. Также традиционно проводятся международные научные и студенческие научно-практические конференции. Студенты и преподаватели Института психологии объединены стремлением познать тайны человеческой души, Желанием понять другого человека и уверенностью в возможности преодолеть трудности жизненного пути. Институт повышения квалификации и переподготовки. Настоящие профессионалы всегда находятся в процессе своего развития. Они знают свою цель и стремятся к ее достижению. Институт предлагает 100 образовательных программ, 28 специальностей переподготовки специалистов образования, 50 программ обучающих курсов, 5 программ стажировок для уже состоявшихся профессионалов, детей и молодежи, студентов. Для слушателей созданы прекрасные условия проживания в собственной гостинице. Доступность дополнительного образования обеспечивается его приемлемой стоимостью, гибким и удобным графиком образовательного процесса. На базе института открыт Белорусско-Итальянский образовательный центр, который осуществляет деятельность по обмену опытом и участию в международных программах мобильности преподавателей Белоруссии и Италии. Филологический факультет дает возможность изучения не только белорусского, русского, польского, английского, итальянского, китайского и других языков, но и прохождения практик и включенного обучения в Литве, Китае, Болгарии. На факультете действуют центры азербайджанского языка и культуры, китайского языка, израильской культуры и изучения языка иврит, литуанистики, а также Центр белорусской литературы имени Максима Танка. Выпускники факультета работают в школах, гимназиях, лицеях, музеях, научно-исследовательских институтах, посольствах и представительствах различных стран на радио и телевидении. Факультет дошкольного образования. Будущим специалистам системы дошкольного образования преподают общие и специальные учебные дисциплины. Среди них значительное место занимают дошкольная педагогика и детская психология, методики дошкольного образования, а также многие учебные дисциплины, позволяющие творчески освоить основы профессии воспитателя учреждения дошкольного образования. Факультет является пионером по апробации новых форм образовательного процесса. В рамках сотрудничества БГПУ с Институтом детства ЭДКПУ имени Герцена факультет реализует научно-образовательный проект «Сетевая магистратура». Исторический факультет БГПУ, основанный в 1918 году, является одними старейших. На протяжении многих лет его выпускники становились видными общественными и политическими деятелями, работниками культуры. Гордостью факультета является высококвалифицированные педагоги, ученые, которые формировали и составляют сегодня имидж отечественной исторической науки. На факультете действует Центр ирановедения и изучения персидского языка, культурного представительства Посольства Исламской Республики Иран в Республике Беларусь. Ресурсным центром для проведения историко-краеведческой и музейно-архивной практики студентов факультета с 2016 года является Виртуальный музей БГПУ, современный интерактивный мультимедийный комплекс информационно-образовательной среды университета. Физико-математический факультет Первый набор по специальности факультета физика-математика осуществлялся более 70 лет тому назад. К брендам факультета относятся учебный планетарий, где проводятся занятия по астрономии и познавательной экскурсии по звездному небу, маяки Кфуко, которые поворотом плоскости своих колебаний демонстрируют вращение Земли в течение суток. Сегодня факультет готовит преподавателей по специальностям математика и информатика, физика и информатика. Современная материально-техническая база факультета предоставляет возможности для изучения образовательной робототехники, компьютерного дизайна и программирования на базе БГПУ. При факультете организована работа школ юных математиков и юных физиков. Знания, усвоенные выпускниками факультета, обеспечивают их возможность работать преподавателями математики, информатики, физики в учреждениях образования, дизайнерами и программистами в государственных учреждениях и на предприятиях. Факультет начального образования Меняются поколения школьников, но отличительной чертой учителя начальных классов по-прежнему остается разносторонняя образованность. Именно поэтому предметная подготовка будущих педагогов неразрывно связана с методической работой. На лекциях, практических, лабораторных занятиях они постигают профессиональное мастерство под руководством опытных преподавателей, среди которых авторы школьных учебников и известные в республике методисты. За время обучения студенты осваивают 10 методик, необходимых им для работы с младшими школьниками, а закрепляют свои умения и навыки на педагогических практиках. Факультет естествознания В настоящее время факультет является одним из самых многочисленных в университете и обеспечивает подготовку по специальностям биология и география, биология и химия. Факультет отличает высокий уровень квалификации преподавателей, публикации которых включены в международную базу данных с КОПУС. Специфика факультета – большой удельный вес лабораторий, практических занятий и учебных полевых практик, которые проходят в оснащенных новейшим оборудованием лабораториях и естественных полевых условиях. На факультете созданы и эффективно функционируют 4 студенческие научно-исследовательские лаборатории, студенческое научное общество, научные кружки поиск, физгеограф. Продолжить научно-исследовательскую деятельность студенты могут в магистратуре и аспирантуре по специальностям биология и химия. Факультет физического воспитания создан в 2009 году и является одним из самых молодых в нашем ВУЗе. Тем не менее, он уже имеет свои традиции, заложенные известными в спортивной и физкультурной отрасли людьми преподавателями и студентами. Среди выпускников и студентов факультета победители, призеры и участники летних и зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, этапов Кубков мира, всемирных универсиад и других турниров более чем по 10 видам спорта. На факультете осуществляется подготовка по различным специальностям физкультурно-оздоровительной и туристической деятельности. Факультет на протяжении последних лет успешно реализует спортивно-образовательный проект по популяризации белорусских народных игр и занятий физической культурой «Белоруссияда», который сегодня является одним из знаковых событий не только университета, но и города Минска. Факультет эстетического образования Факультет эстетического образования был основан 11 сентября 2009 года путем объединения творческих специальностей музыкально-педагогического факультета и творческих специальностей факультета народной культуры. Брендами факультета являются творческие коллективы, известные как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Это народный ансамбль белорусской музыки и песни Ярыца, танцы и песни Рэй, смешанный хор Гауди Амус, народный ансамбль Верба и другие. Факультет социально-педагогических технологий В 1993 году был образован специальный факультет социальной педагогики и практической психологии, преобразованный в июне 2003 года в факультет социально-педагогических технологий. Преподаватели факультета стали настоящими пионерами в области социальной педагогики, практической психологии и социальной работы. Совместно с Общественным объединением «Белорусский союз женщин» на факультете реализуется социально-образовательный проект «Здоровая семья – здоровая нация», направленный на формирование в белорусском обществе ценностей семьи, культуры семейных отношений, ответственности за рождение и воспитание здоровых детей. На базе Ресурсного центра социально-педагогических технологий факультета осуществляется сопровождение научно-исследовательской и учебной деятельности, дистанционное обучение и консультирование студентов, педагогов-практиков, преподавателей Республиканского учебно-научно-инновационного кластера педагогического образования. Факультет до университетской подготовки. Деятельность факультета направлена на социальную поддержку выпускников сельских школ, адаптацию к обучению в УЗЕ, помощь в профессиональной ориентации молодежи. В структуре факультета функционируют подготовительное отделение, подготовительные курсы, педагогические классы. В 2005 году на факультете открылось подготовительное отделение для иностранных граждан. Подготовку прошли более 300 граждан из Туркменистана, Китая, Ирака, Ирана. Многолетняя история Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и его огромный вклад в развитие педагогического образования в Беларуси позволяет студентам и преподавателям нашего ВУЗа гордиться своей альма-матер. Сохраняя и развивая традиции, БГПУ имени Максима Танка, перешагнув вековой рубеж, по-прежнему уверенно смотрит в будущее и еще многие годы будет флагманом педагогического образования нашей страны. Обращаю внимание абитуриентов на тот факт, что после окончания учебы на первой ступени высшего образования у вас есть возможность продолжить обучение в магистратуре. Круглогодично можете обучаться на факультете довузовской подготовки для того, чтобы изучать иностранный язык, а также в системе дополнительного образования альтернатива. Итак, вы решили поступать к нам в Белорусский государственный педагогический университет. Нужно сделать всего лишь 7 шагов, чтобы стать успешным, чтобы стать членом многонациональной семьи БГПУ ведущего педагогического университета Республики Беларусь. Итак, шаг первый. Для въезда в страну вам необходимо получить приглашение. Вот так оно выглядит. Обращаю ваше внимание, что для получения приглашения вам нужны следующие документы. Копия паспорта и копия перевода паспорта. А также заявление. Вот как выглядит данное заявление. Вы можете его найти на сайте в разделе УМС БГПУ, либо мы вам можем выставить данное заявление на почту. Вы его заполняете и высылаете нам обратно. БГПУ оформляет для вас приглашение совершенно бесплатно. Срок действия приглашения – 3 месяца. Оформляется приглашение в отделу по гражданству и миграции 10 рабочих дней. Шаг второй. После получения приглашения вы обращаетесь в консульский отдел дипломатического представительства Республики Беларусь в вашей стране для получения въездной визы. Вот так выглядит страничка сайта Министерства иностранных дел Республики Беларусь, на которой размещена информация о консульских отделах Республики Беларусь за рубежом. Для получения визы вы обратились в консульский отдел, получили визу и можете покупать билеты для приюта в Минск. Если вы хотите взять билет на обратный рейс заблаговременно, имейте в виду, что учебный год у нас заканчивается 30 июня. Желательно приезжать к нам в будние дни в первой половине утра. Мы рады видеть вас всегда, но так будет вам удобнее, комфортнее. Вы сможете быстрее и больше сделать в плане оформления необходимых документов. Шаг третий. Вам необходимо подать документы в приемную комиссию. Какие документы нужно подавать? Заявление о приеме на обучение с указанием специальности. Это заявление вы заполните при подаче документов в приемной комиссии. Оригинал аттестата о получении общего среднего образования, либо другого документа об образовании. Оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья, подтверждающий возможность обучения в климатических условиях Республики Беларусь. Заверены официальными органами здравоохранения страны проживания. Медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органам здравоохранения страны прибытия. Шесть фотографий размером 3х4. Оригинал, либо копию, свидетельство о рождении. Свидетельство, либо сертификат об окончании факультета до университетской подготовки, если у вас он имеется. Паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Обращаем ваше внимание, перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариалем. Если у вас возникают какие-либо вопросы, вы можете задавать их в чате, и мы вам с удовольствием будем отвечать. Шаг четвертый. Вы подали необходимые документы в приемную комиссию, и вам необходимо пройти собеседование на знание русского языка. Хорошая новость для поступающих абитуриентов в этом году. С сегодняшнего дня можно пройти собеседование в онлайн-режиме. Что для этого необходимо? Зайти на сайт нашего университета, заполнить онлайн-заявку, или же заполнить ее сразу, используя ссылку, которая размещена на данном плакате. Выбрать дату и время для проведения собеседования. Интернет-площадку. Для правильного оформления документов, там же в базе регистрации, необходимо прикрепить два документа. Это страничка паспорта с установочными данными абитуриента, и перевод этой странички на русский или белорусский язык. После успешного прохождения собеседования на ваш адрес будет отправлен документ, подтверждающий успешное прохождение вами собеседования. После того, как вы прошли собеседование, перевели документы, вы лично направляетесь в деканат выбранного вами факультета, оформляете договор на обучение, договор на проживание в общежитии, оплачиваете его. И мы вас поздравляем, вы станете практически студентом Белорусского государственного педагогического университета. Если же случилось так, что уровня владения вами русского языка недостаточно, не стоит обращаться, у вас есть возможность совершенствовать свой русский язык на факультете довозовской подготовки. Шаг пятый. Очень важный. В течение 10 суток после прибытия на территорию Республики Беларусь вы должны оформить временное пребывание. Вы можете это сделать самостоятельно на сайте, сайт указан на изображении, обращаем ваше внимание, либо необходимо в течение трех дней по прибытию в Республику Беларусь явиться в Управление международного сотрудничества, кабинет 126-127 главного корпуса, 12 этаж, с документами для оформления регистрации. Все документы для оформления регистрации и проживания на территории Республики Беларусь, предоставляемые в Управлении международного сотрудничества, должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены в Республике Беларусь. Для получения временного пребывания вам необходимо предоставить в Управлении международного сотрудничества следующие документы. Паспорт, копию паспорта, копию перевода паспорта с двух сторон, должны быть с печати и с оборота. Квитанция для оплаты госпошлины. Данная квитанция выдается в Управлении международного сотрудничества, куда вы будете предоставлять документы. Страховой полис обязательного медицинского страхования, кроме граждан Армении, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Украины, России, Таджикистана и Туркменистана. А также договор на проживание в общежитии, либо частный договор на проживание в квартире. Затем следующий шаг – вам необходимо оформить годовую регистрацию. Для этого нужно предоставить следующие документы. Паспорт, копию паспорта, копию перевода паспорта, страховой полис обязательного медицинского страхования, памятка о правилах пребывания. Данную памятку вы получите в Управлении международного сотрудничества. Квитанция об оплате госпошлины. Также вам дадут специалисты Управления международного сотрудничества. Копия предыдущей марки разрешения на проживание, если данная марка имеется. Оригинал и копия договора на проживание в общежитии, зарегистрированные в ФРСЦ, либо по частному адресу. Приказ о зачислении. Также оригинал и копия договора на обучение. Внимание! Обращаем еще раз на тот момент, что первокурснику необходимо подать документы в Управление международного сотрудничества на регистрацию в течение трех суток с момента въезда в Республику Беларусь. День въезда учитывается. Хочу дополнить, что стоимость за регистрацию, за линию забывания составляет 29 белорусских рублей, а годовая регистрация 87 белорусских рублей. Шаг шестой. Важный, необходимый. Это прохождение медицинского обследования. Медицинскую справку о состоянии здоровья вы должны оформить в 33-й суденческой поликлинике. Эта услуга оказывается на платной основе. Для юношей она стоит 172 белорусских рубля, для девушек 198, ну приблизительно это 70-80 американских долларов. Медицинскую справку о состоянии здоровья необходимо оформить в течение трех недель после въезда на территорию Республики Беларусь и представить ее в приемную комиссию, представить деканат факультета и коменданту общежития. Шаг седьмой. Итак, вы заселились в общежитии, порадовали своих родителей успехами, познакомились с преподавателями и взяли расписание занятий. И у вас есть возможность стать членом иностранной землячества, студенческого совета, участником одной из 35 студенческих научно-исследовательских лабораторий, членом одной из 34 сборных команд по различным видам спорта, 10 спортивных секций, участником игр КВН вместе с университетской командой «Лучшие друзья», участником молодежьского движения, звездных походов, международного образовательного проекта «Летняя школа. Познай Беларусь. От образования к культуре» и многих других студенческих проектов. Также вы можете принять участие в работе в 10 международных центрах. Если ваши родители захотят приехать с вами, они могут остановиться в гостинице «Университетская». Помните, что заселение в общежитии происходит только в будние дни. Поэтому, если приедете в субботу либо в воскресенье, забронируйте, пожалуйста, гостиницу «Университетская». Также все контакты есть на сайте университета. И мы можем вам их выслать по электронной почте. Либо в чате также разрешены ссылки. Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, если вам необходим трансфер из аэропорта до общежития или до университета, мы готовы содействовать, оказать вам помощь. Вам необходимо просто заранее забронировать эту услугу, будет предоставлен транспорт и по прибытию в общежитие «Университет» вы оплатите эту услугу. Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша первая встреча, наша первая онлайн-консультация. На этом мы с вами не прощаемся. Пишите нам на почту, задавайте интересующие вас вопросы в чате, обращайтесь к нам за информацией посредством социальных сетей. Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы. До встречи в следующий четверг. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok